Всем привет! Меня зовут Маша. В этом видео я покажу, как проводить консервацию снегоуборщика Хютер. Если вы не планируете использовать технику более одного месяца, рекомендуем поставить ее на консервацию. Этот процесс подразумевает под собой смазывание деталей и слив всех жидкостей, которые находятся в аппарате, что защитит его от коррозии. Проводить консервацию советуем на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Через некоторое время топливо имеет свойство разлагаться на составляющие. В результате этого смолистые отложения забивают карбюратор, топливный кран, топливный шланг и бензобак. Чтобы этого не произошло, следует слить остатки бензина. Для этого необходимо закрыть топливный кран, подставить пустую тару под карбюратор и слить топливо из поплавковой камеры, вывинтив винт. Затем следует установить пробку обратно. Не забывайте крепко затянуть соединение. Перед хранением желательно заменить масло. Для этого необходимо слить старое, открутив сливной болт и залить необходимое количество нового масла 5В30 для 4-тактных двигателей с воздушным охлаждением. Чтобы защитить трущиеся детали поршневой группы, необходимо снять высоковольтный кабель и вывинтить свечу, используя торцевой ключ. В камеру сгорания залейте 20 мл смазочного масла и проверните стартер, чтобы масло окутало трущиеся поверхности. Обратите внимание, что зажигание при этом должно быть выключено. Поршень установите в верхней точке, чтобы предохранить цилиндр от образования коррозии во время простоя. Для этого вставьте отвертку в отверстие для свечи и поверните стартер. Когда отвертка будет выходить, это означает, что поршень в верхней точке. После установите свечу обратно и не закрепляйте высоковольтный кабель. Затем следует проверить смазку в редукторе. Если ее не хватает, используя специальный шприц, добавьте необходимое количество смазки в товодницу. Для этого подойдет LITOL 24. Заменять смазку в домашних условиях не следует, для этого обратитесь в сервисный центр. Рекомендуем очистить все детали агрегата от скопившейся пыли и грязи. Далее протрите металлические части масляной тканью. После этого агрегат желательно накрыть чехлом или убрать в коробку. Перед использованием не забудьте провести техническое обслуживание. Рекомендации по работе с техникой и указания по уходу за оборудованием подробно описаны в инструкции по эксплуатации. Обязательно ознакомьтесь с ней перед использованием. Всем пока, еще увидимся!